Игнатий Тихонович. Да, конечно, можно. Такой вопрос. Вот иногда изрешения из Евангелия определенные употребляются в виде вот таких как бы приказок, ну как, как обороты такие. Вот уместно ли верующему человеку, неуместно, наверное, употреблять, ну допустим, там смеются над кем-то и говорят, вот не от мира сего, там, ну или там еще вот много, я заметила, что в греческом языке очень много вот люди такие, есть такие изречения из Евангелия, которые употребляются в таком смысле, ну, переносном. Можно ли, можно ли, это грех, ну, как мне совесть моя говорит, что это нельзя, да? Я просто хочу от вас получить подтверждение. Дожили, как говорится, дожили, евангельские слова употреблять вредно. Вы что говорите-то? Это, как это может быть вредно, когда слова Духа Святого более полезны? Нет, ну, вы не понимаете, не для проповеди, когда это употребляют. А когда это употребляется, вот, допустим, в новостях, там рассказывают какую-то новость, и там, допустим, вот употребляется в виде, там, какое-то изречение из Евангелия. Ну, где эти слова? Оно не в том смысле, в котором, для души. Ну, не надо употреблять, это не в том смысле. Не надо употреблять, не в том смысле. Надо именно в том смысле, как тогда употреблять. Ну, да, вот я же об этом. Ну, да хотя и так понятно. Так, все, все, лишь и не надо говорить, это многословие. Нельзя употреблять в другом смысле, все, вопрос решенный. Нельзя, только как проповедь, да? Я в два раза уже это сказал. Время не надо тратить на это. Не употребляй совсем, живи, по-другому рассуждая. Евангельские слова не трогайте, если не знаете, где их употребить. Надо иметь благоговение и страх Божий. Да. Да, спасибо Господи. Слава Христу. Так, никого больше нет. Отхожу.